Друзья, всем привет! Я думаю, вы знаете, что мы с Максимом собираемся лететь на Мальдивы через неделю. Но есть одно но. У меня до сих пор нет загранпаспорта. Я вышла замуж, поменяла фамилию и еще не успела забрать свой загранпаспорт. Точнее, он еще не готов. Я сейчас поеду в МВД, попытаюсь счастья. Вдруг просто на грузослугах не обновилось, и он там есть. Потому что я пока не очень представляю, что делать, если он не готов. В Москве уже выпал снег, так что надо точно лететь в теплые края. Просто самое интересное, чтобы вы понимали, мы уже купили плит на самолет, платили полностью отель. И я реально не представляю, что делать, если нет паспорта. Максим полетит сам, он сможет побыть там на острове 10 дней в одиночестве. Бедно, несчастно. Ну что, каких-то полтора часа, и я на месте. И сейчас решится судьба. Идем узнавать. Ваши ставки, господа. Ну что, я получила новый загранпаспорт, но на этом мои приключения не заканчивают. Надо еще поехать в Аэрофлот и поменять свои данные паспортные в билете. Потому что я покупала билет на старую фамилию, и в Аэрофлоте есть такая функция, что ты можешь поменять по предъявлению цельства о браке. Так что, надеюсь, тоже я сделаю, и все-таки мы улетим. Ну все, каких-то 5 минут, и мне поменяли быстро паспортные данные, даже поменяли мою бонусную карту. И теперь никаких препятствий. Но хотя девушка сказала, что в теории я могла улететь даже по старому паспорту, потому что по моим глазам не видно, что я поменяла фамилию. Очень странно, конечно, объяснение. Это что у нас? Пэм-пэм-пэм. О, да. Наконец-то порубляешь нормально форзу. Но это однозначно апгрейд. Последний руль у меня стоил тысячу с лишним рублей, и это прям солидно. Видите, иксбоксовский. Вот этот запах свежего картона, когда только открыли. Ну-ка. Нифига тут всего. Опа. Это педальки, но они какие-то маленькие. Но для Алина подойдет. Что-то собирать надо еще. Какая-то подставка странная. Это точно руль? Самое смешное, мне как-то предлагали бесплатно руль для рекламы, я отказался, а теперь сам покупаю. Правда, другой и получше, но не важно. Вон здесь такой типа прорезиненный, кайфульный. Сейчас обязательно подключим и протестим. Но вы не поверите, по большей части играла я на руле. Все-таки я хочу машину в будущем, так что тренируюсь. Я вам покажу сейчас свою коллекцию машин. У меня есть разные тачки, но самое интересное оказалось, что самые крутые, это какие-то вот такие гоночные. У них вообще нереальные показатели по всему. И управляемость очень хорошая. А я уже шарик за это. Лучше покажи, как ты гоняешь. Сгоняй одну гоночку, реально. И у меня есть Урус. Я ничем не хуже Эгуракрида и Рахима. Точно. Мне немного стыдно, но у меня машина называется Соска 01. Я не знаю, как это получилось. Так, сейчас я еду на гонку и покажу вам свой супер скилл. Но это, конечно же, не точно. Максим, когда смотрит, как я играю, говорит, что машина меня никогда не купит. Кстати, есть лайфхак. Надо ехать по дороге. Да зачем? О, май гад. На тоненькую прошла просто. Самое сложное, это выбрать машину. Обычно я езжу на вот этой, потому что она моя любименькая. И зеленая. И зеленая. Мне бы такое в жизни. Вот это я бы гоняла по Краснодару, ты представляешь? Ты в меня веришь? Нет. Спасибо. Первый поворот. Пошла жара. Ну, что, что, зашло? Я чувствую такой груз ответственности. Я работаю по принципу, тише едешь, дальше будешь. Чуть врезалась, ну, с кем не бывает. Мне кажется, у тебя проблемы. Слава богу, господин за перемотки. Ой-ой-ой. Пенал гоночки, Алин. Ну, что, как тебе три круга? Очень нервно, но я пока иду первая. Надеюсь, так все будет дальше. Так. Сейчас на последнем кругу, здесь вот на последнем повороте врежется. Давай. Так, 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 так. Ты смогла победить на самом легком уровне сложности, турист мой. Но на самом деле я рада, что мы купили этот руль во время нашего карантина, самоизоляции, скажем так. Я отлично убивала время. Ну, что в шесть ты наиграла? Да, но если честно, есть один минус. Руль не совсем правдоподобный, как в жизни. Да, он не крутится на много оборотов. У него всего лишь 2,7 градусов, поэтому он нежнее. Если в жизни нужно повернуть сильнее, то здесь прям вот так, и он уже сильно поворачивает. Поэтому, нет, не факт, что если здесь я плохо вожу, то в жизни буду плохо. Ну да, утешайся. Друзья, ну а если вы хотите побыстрее увидеть влог с Мальдив, то оставьте здесь 12 тысяч лайков и задавайте любые интересующие вас вопросы, связанные с поездкой. В следующих роликах мы обязательно ответим. Поскольку наш долгострой с ремонтом продолжается, но близится к своему финалу. Сейчас там стадии, если кому-то интересно, санузлы уже сделали и кладут пол. То есть, реально финальная. Алина отвечает у нас за мебель, за стены, за краску, за кондиционеры. Ну, за все вот это неинтересно. Я же отвечаю за интересное. Я решил заказать кучу техники, дорогой, классной, для нашей хаты, которую прям сегодня же мы отправим в Краснодар. Она будет сегодня весь день приходить, я потом вам покажу, потому что это реально крутая техника. Особенно телевизор, роутер, это прям муа, белиссимо. Я на самом деле после руля не смог остановиться, захотел скупить все. Первое, что мне пришло, это роутер. Но необычный роутер, даже по коробке это можно понять. На самом деле, те, кто увлекается играми, хоть раз натыкались на эти картинки в интернете, на маркетах. Я в этом уверен. Опа. Вот такой вот роутер. Он стоил, по-моему, 24 со скидкой. Ну, черт на пятницу, сами понимаете. Прикол его в том, что он, во-первых, выглядит классно, во-вторых, у него много антенн, а мне сказали, что это хорошо. Но самое реально важное для меня, у него много разъемов с большой скоростью, а у меня много устройств будет в студии. Посмотрите, это как будто отдельный процессор, мини-компьютер. То есть, это совсем не похоже на роутер, он висит, слушайте, как Xbox прошлый. Посмотри, это роутер, Алин, ты представляешь? Он очень пафосный, если честно. Да, и смотри, раз, антенна, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Много функций, много портов, вот это прям любовь. Типа, компьютер, второй компьютер, игровой ноут, Xbox, Xbox 2, PlayStation, Nintendo и еще что-то, что я забыл. Слушай, он такой, прямо, увесистый, я тебе скажу. Надо будет подключить вообще. Даже целая коробка, даже по упаковке можно понять, что это что-то жесткое. Здесь целый набор антенн, как я понимаю, ну да ладно. Причем самое забавное, что это дикий апгрейд, потому что до этого самый дорогой роутер у меня вот, ну, три тысячи стоило, как у всех. А теперь двадцать шесть. Я же говорил, что моя студия будет особенной. У нас сегодня задротский шоппинг. Ой, такая упаковка неудобная. Это на самом деле более простая вещь и дешевая, всего лишь там три-четыре тысячи. Это кронштейны для мониторов. Они у меня и сейчас имеются, но честно скажу, во-первых, эти не очень удобные. Во-вторых, я посидал от них много болтов, шрупов и креплений. Я уж открывать, с вашего позволения, не буду. Здесь такое тонкое крепление, но при этом поддерживается до 32 дюймов, а я больше мониторы для игры не использую. Типа ничего особенного, в отличие от того, что будет дальше. А дальше я заказал два телевизора, один в студию, другой в зал. В зал я заказал, причем меньше, не стал переплачивать за QLED OLED, потому что я знаю нас, мы там будем редко. На 65 дюймов Samsung нового, там около сотки. А себе в студию 75 OLED Samsung. Мне не терпится посмотреть на эту коробку, потому что она будет больше Алины, я уверен. Приехал один из телевизоров, который маленький. Маленький, просто посмотрите. Мы его еле вдвоем с Алиной открыли, чтобы проверить, что он вообще работает. Сейчас мы его запакуем и сразу прямиком в Краснодар. Ну, просто покажи свою руку на фоне его. Ладошечка, боже ты мой. И это маленький, маленький. Мне кажется, в этой коробке можно жить. Мне реально страшно, что будет с большим, как мы его дотащим и тем более, как мы его проверим. В общем, вот она коробочка от 65-го. И рядом с ним стоит этот гигантище. Это 75-й. Я не представляю, как мы сейчас будем загружать это в доставку. Но он реально больше Алины коробка. Но эта коробка реально в два раза больше тебя. Здесь еще полки, которые нам привезли, на которые будут стоять Xbox и PlayStation. Вообще, Малина, сейчас будешь выносить всю эту фуру. Я же не зря качаюсь. Либо будешь жить в этой коробке, выбирай. А ты, если Максим меня выгонит, у меня есть дом. Слушай, кот бы был доволен. Я все это заказывал на Яндекс-сценах. Ну, Яндекс-Маркет, неважно какое название. И столкнулся с дикой проблемой. Там весь заказ был на 246 тысяч рублей. Мне сказали, что одного товара нет. После того, как я платил, мне вернут 12 тысяч обратно. Ну, то есть, получается 234. И в итоге, я на следующий день захожу в банковский клиент. И смотрю, у меня списали обе суммы. Обе. То есть, изначально, изначально 246 и 234. То есть, они за телеки дважды списали. И мне пришлось полчаса им доказывать, что это их ошибка. Потом они признали и вернули деньги. Но это, конечно, пипец. И самое забавное, у меня дебетовая карта из-за этого ушла в минус. Я не знаю, как это возможно. А если бы это были мои единственные деньги. Ну, типа, не у всех есть какие-то другие карты, да? Вот тоже странное поведение. Самое просто абсурдное в этой ситуации смешное, когда я звонил им разбираться в банк. В том числе, что, типа, у меня списали незаконно деньги. Они такие, ну, пока мы разбираемся, не хотите взять кредит на полтора миллиона? Я такой, а зачем мне кредит? У меня же есть деньги, которые мы забрали. Короче, ладно, мы разобрались. В общем, сейчас мы загружаем все это в фуру. Покупками я безумно доволен. Особенно телеком в свою комнату. Алина до сих пор говорит, что большеват, да, большеват? Мне кажется, что он будет реально на полкомнаты. И ты еще хочешь поставить его так близко к дивану. Радуйся, что я 85 дюймов не взял, а я хотел. Я все равно думаю, что очень много. Но у меня есть план, если он не подойдет в твою комнату, мы повесим в гостиной. Нет. Да. Нет, я специально себе покупал этот крутой. Нет, нет, нет. Маленькая минутка милоты. Посмотрите, что я нашла сегодня на кофемашине. Радуйте своих родных. Побыстрее бы уже улететь в тепло. Оп. Оп. В связи с тем, что мы купили невозвратные билеты и сразу оплатили отель, мы решили сидеть на карантине. И последние 10 дней мы находились дома. И сейчас просто минута истины. Мы даже с родителями не виделись, поэтому это максимально стрёмно. Мы выходили только выбрасывать мусор, заказывали продукты. Сейчас мы едем сдавать ПЦР-тест. И я очень надеюсь, что все эти старания были не зря. И он отрицательный. И завтра мы наконец-то улетим. Вот оно. Дьявольское место. Это московские новые технологии. Раньше мы сдавали в здание, а сейчас на улице стоять машину. За 3000 человек. Через 3 часа будут результаты. Мы тут обсуждали тему, что если у меня будет ковид, я тебя пинком под зад отправлю. Я не улечу сама. Ты потому что английский не знаешь? Максим, я ты никогда не останавливала путешествовать по Европе. Вот, я тебе пинком и полетишь, там же такие деньги. Это наше свадебное путешествие. Да это не свадебное. Мы поехали, мы в Мальдивы планировали еще до свадьбы просто полететь туда. Ну все равно, я что с твоей фоткой только полечу? Я тебе буду по WhatsApp звонить. Не. Хорошо, тогда и ты полетишь сам, если у меня. Не. Почему? Чем ты хуже меня, не лучше? Я мужик, я буду заботиться, тебе охранять. Все. Я буду дома работать. Все. Что ты будешь? Я буду дома фифку снимать, а ты будешь отдыхать. Да, так все и будет. Миссия невыполнима. Отправил Алину первый раз заправить машину. У нее теперь стресс, видите? Меня сейчас немножко пугает такой формат отдыха, потому что мы будем на острове, то есть там нет ничего. Ни аптеки, ни магазином толком, ничего абсолютно. И я вот подумала, что вдруг будет какой-то цунами, а мы на острове просто отрезаны от всего мира. И как мы доберемся просто до цивилизации? То есть, например, когда мы летали там в Турцию, в Дубай, ты мог поехать в какой-то ресторан, ты мог купить себе что-то в случае необходимости. Здесь же надо сразу готовиться ко всему. Поэтому я собрала уже аптечку просто на все случаи жизни. Но я, конечно, надеюсь, что никакое лекарство нам не пригодится. Кстати, вдруг кому-то будет интересно, какие правила сейчас посещения Мальдив. Чтобы полететь на Мальдивы, надо сдать тест ПЦР за 96 часов. За 24 часа до вылета загрузить тест ПЦР на сайт Министерства здравоохранения Мальдив. И, в принципе, все. Виза не нужна, точнее, она ставится сразу в аэропорту. В принципе, может полететь любой желающий. Только Алина не сказала, что стоит это как машина. Тогда все могут. Ну что, минута истины. Пришли результаты теста. Сердце стучит мне просто безумно. Такие деньги на кону. Давай, поехали, открывай. Впрочем, они сразу подгружают на госуслуги, чтобы не было шансов слиться. Все, Али, еще ты открываешь письмо, потом посмотрите результаты. Давай, речь. Женский, так, данный результат. Отрицательный. Я знаю, что я здоровая, я чувствую изнутри. И на английском. Негатив. А мой тест, а мой тест где? Посмотрите результат. Как долго грузится. У меня так и не нервничал. Отрицательный. Мы едем на Вальдиву, медалый месяц. Ждите бомбические влоги, обязательно поставьте лайк. Обязательно будут крутые влоги. Я даже возьму дрона. Я так переживала. Все, теперь точно можно идти и собирать чемодан. И я думаю, догадываетесь, что первым делом мы будем туда складывать. Купальники. Иксбокс. А, точно. Ну, это я вам потом покажу. Ну, а теперь пришло время собирать чемодан. Это гора одежды моя. И вот несчастная горка Максима. Теперь надо все это запихнуть в этот чемодан. Но вообще самое главное, что с собой надо взять, это чехол для подводной съемки на телефоне. Мы покупали еще в Дубае, в Атлантисе. Крутейшая штука. Будем снимать рыбок. И, конечно же, маски и трубки для подводного плавания. Потому что наш остров славится одним из самых лучших рифов вообще на Мальдивах. Так что будет много скатиков. Мы уже собираемся в аэропорт. Всю последнюю неделю я делал ролики наперед, чтобы на моем канале видосы тоже выходили. Мы будем здесь снимать бомбический влог. Я этого даже нашел наконец-то дрона. Но что самое важное, пора побриться. Потому что я специально не стрихся. Сейчас Алина меня дома машинкой. Жух-жух. И будет красота. Ну и надо успеть еще один видос домонтировать. А то было бы странно, если бы я в одном видосе был бы с бородой и с волосами, а в другом нет. Алина, побри меня, пожалуйста. Есть. Иду выполнять приказ. Алина, короче, берешь вот так вот, прям, и все. Страшно, пипец, пацаны. Вот это доверие, представляете, к жене. На крайний случай, потом будешь просто лысом ходить. Это не утешает. Алина, а ты уверена, что ты правильно стрижешь? У меня как будто залысина здесь появилась. Это лишай, просто не начинается. Вы меня, конечно, простите за такие кадры, но здесь как будто лабрадора стригли. Девушка, извините, пожалуйста, вы не подскажете, где аудитория по матанализу? Мы сейчас кто? Куда выдели моего мужа? Это не я, моего мужа. Это я. В общем, мы полетели на медовую неделю. У Алины теперь муж на 5 лет точно стал моложе. Напишите, как вам нравится больше, до или после. Также поставьте лайк, тогда мы выпустим бомбический влог с Мальдив. Никогда не думал, что я тут скажу. И как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok